Внеплановая проверка автомоек прошла в Махачкале. Проверяющие службы обратили внимание на слишком расточительное расходование электричества на одной из точек. По этому поводу вопросы возникли сразу у нескольких министерств и ведомств. Подробностью с Экинат Малаевой. Вот непосредственно технические условия для присоединения к электрическим сетям. Они также получены. При проверке документов выяснилось, распоряжается автомойка индивидуальной предприниматель Сирожидин Курбанов. Бизнесмен арендует помещение и исправно платит налоги. Есть необходимый пакет документов, но предъявить квитанции об оплате за электричество так и не смог. По данному факту такая ситуация. Мойка, возле которой мы сейчас находимся, питается от трансформатора инфектора, который находится на балансе ЖСП. То есть эта мойка является субабонентом для нас. Это не бездоговорник, потому что договор заключен с ЖСП. Поэтому отключить его, ограничить потребление электроэнергии пока мы не можем. По данным Министерства промышленности и энергетики, в последнее время часто проводятся рейды по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе. По приведению в нормативное состояние электросетей разрабатываются программы по снижению сверхнормативных потерь. Призываем всех граждан нашей республики установлено законодательство порядка. Осуществлять технологическое присоединение к электрическим сетям, газовым сетям. Заключать договоры о энергоснабжении. В своевременном и в полном объеме осуществлять оплату за потребленные энергоресурсы. Также хотел подчеркнуть, что данная работа находится на постоянном контроле у главы республики Дагестан Владимира Абдуалиевича Васильева. Подать заявку на техприсоединение и получить техусловие легко, обратившись в дагестанскую сетевую компанию. Либо не выходя из дома через портал электросетевых услуг. Портал-тп.рф. Или с помощью интерактивных интернет-сервисов в личном кабинете на сайте МРСК Северного Кавказа. А вот открыть лицевой счет короткие сроки можно в Центре обслуживания клиентов Дагестанской энергосботовой компании на улице Дахадаева. Никакая плата за это не взимается. Остается хозяин автомойки всего лишь туда обратиться. Технические условия данный потребитель получил. Однако с его стороны является неправильным, незаконным тот факт, что он не обратился за заключением договора на энергоснабжение. На сегодняшний день для потребителя республики Дагестан созданы максимально комфортные условия. По данному факту также могу прокомментировать, что по факту его обращения за заключением договора максимально оперативно будет подписан договор, если, конечно, будут представлены все документы. После проверки документов предприниматели обязали в срочном порядке устранить выявленные недостатки. За игнорирование требований энергоснабжающих организаций объект будет отключен от электричества, а нарушитель оштрафован. Секинат Малаева, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей.